Привет, меня зовут Никита Кислоп, я основатель школы плавания SwimRocket. Это второй отчетник за этот год. Мы делимся нашей информацией, что происходит у нас внутри, показываем, как мы достигаем нашей цели научить плавать 100 тысяч человек. В общем, будет интересно, поехали! На нашем канале более 320 выпусков, и за все это время я был в рубашке два раза, но сегодня, считай, уже третий раз. Кстати, если на нашем канале старички, я думаю, что есть, ребят, напишите в комментариях, в каких роликах я был в рубашках. Но сегодня Антон, режиссер канала, когда я достал эту рубашку, он говорит, зачем ты ее надеваешь? Я говорю, Антоха, я хочу... Тебя вообще никто не спрашивает. Он говорит, нет, не надеваю, у тебя спортивный канал, спортивная тематика. Антон говорит, что моя рубашка... Че, правда, не идет? Пусть зрители сами напишут. Ребят, короче, он говорит, что рубашка беспонтовая. Напишите в комментах, особенно девчата, идет она мне, не идет? Ну, как вообще? Мне кажется, прикольно, интересно. В общем, я сказал, что сегодня я надену рубашку, потому что мне так захотелось. Весна на дворе, классное настроение, чего и вам желаю. Погнали про новость. И первая новость. Сейчас начался бум на плавание. У нас солд-ауты практически во всех группах. Мы запустили четыре новых бассейна, потому что в наших бассейнах мы перестали умещаться. Это бассейн на Коломенской. Это бассейн на Народного ополчения. Это бассейн в Ихино. И это бассейн в Митино. Ребята, я хочу сказать вам большое спасибо, что следите за нашей школой плавания SwimRocket. Что идете учиться к нам. Что отдаете своих детей. От этого вам большой просто респект. Просто вот любовь. Мы же, в свою очередь, стараемся сделать все максимально классно. Следующая крутая новость. У нас, наконец-таки, стартанул наш долгожданный видеокурс. С нуля до 500 метров без остановки. Очень много народу с разных уголков России, с разных уголков мира. Ребята, я искренне от души желаю вам классного обучения. Те, кто не успел записаться, на днях мы откроем ссылку для регистрации на второй поток. Не пропустите. Новость 3. Только что мы приехали с нашего взрослого кемпа по плаванию в Дубае. Помимо ребят из России, к нам присоединились ребята из Австрии, Саудовской Аравии и Казахстана. Была классная, продуктивная такая неделя, где мы плотно тренировались и в конце сбора участвовали в открытой воде. Сейчас мы активно готовимся на наши сборы, которые будут в Астрахани в мае. Там у нас будет акцент на технику плавания в бассейне. Там очень классный 50-метровый бассейн под открытым небом. Мы будем работать с вашей техникой. И потом в конце мая у нас будет сбор в Геленджике. Это первый сбор по открытой воде уже в России. Потому что в Геленджике станет тепло и можно выходить в открытое море. Также в Геленджике в конце сбора нас ждет участие в заплыве SwimStar. Что касается детских сборов, 5 мест осталось на майские сборы в Подмосковье. И более 80 мест уже раскуплены на июнь на лагерь. Поэтому, дорогие родители, если вы хотите, чтобы классное лето было у вашего ребенка, советую поторопиться с бронью на лагере. Новость 4. У нас заработала сборная детская команда SwimRocket. Из всех наших групп мы собрали одну группу с сильнейшими учениками. Задача которой стоит выступать на соревнованиях и представлять флаги SwimRocket. Старший тренер этой команды Иван Чепелев. Новость 5. Наш ученик Дима Рухлин снялся на телеканале Пятница для передачи мамы. Там он учил плавать и рассказывал, что такое тренировки по плаванию. Вообще очень прикольно, потому что папа Димы, Давид, сам плавает в нашей школе и также ездит на сборы. У них такая спортивная семья. Вообще это классно. К нам регулярно обращаются крупные телеканалы и сотрудничают с нами, как с экспертами. Шестая новость. У нас прошел мастер-класс по открытой воде в зимний период, где я прокачивал ребят в бассейне. Пришла крутая команда. Сначала у нас была плотная лекция, где в зале мы разбирали теорию, отвечали на все вопросы, связанные с открытой водой. А потом мы пошли в бассейн и закрепили все это на практике. В конце этого интенсива у нас был контрольный заплыв на открытой воде. По итогу интенсива мы подарили ребятам всем памятные сертификаты. Кстати, следующий интенсив пройдет по стартам с тумбочки, для того, чтобы вы могли правильно прыгать в воду в бассейне, чтобы у вас не слетали очки, либо вы не плюхались с животом. Ссылку на него я оставлю в описании. Кстати, вообще все ссылки, про что я сегодня говорю, они будут в описании к этому ролику. Новость 7. Наше соревнование для любителей гонки ракет, которые пройдут 23 апреля. Мы на них добавили новые дистанции. Теперь будут 50 метров, 800 метров и 1500 метров. Если вы раньше плавали 1000 метров, теперь есть у вас возможность официально на соревнованиях проплыть 1500 метров. Также будут командные эстафеты 4 по 50 метров и возможность получить юношеские разряды. В этот раз гонки ракет будут проходить в олимпийском стиле, в греческом стиле, потому что мы подумали и решили. Если нас в Россию не пускают на Олимпиаду по плаванию, то мы с Вимрокет проведем свою Олимпиаду по плаванию. Я построю свой Олимпиаду по плаванию. Посмотрите, вот в такой стилистике будут проходить наши соревнования. Вот макет медалей. Такие медали мы будем дарить нашим участникам. Новость 8. Тут мы посчитали, что на сегодняшний день в офлайне мы научили плавать 10 812 человек. Это очень круто, потому что это как целый стадион в моем родном городе Астрахань. Вообще глобальная цель нашей школы плавания Свимрокет научить плавать более 100 000 человек. И мы к этому стремимся. Чтобы я смело мог говорить, что мы научили плавать самый большой стадион в мире на рендом моде, который находится в Индии и вмещает 132 000 зрителей. Ну и девятый пункт. В первом выпуске дайджеста наших новостей я рассказал про картину с бабулечкой. Но так получилось, что на монтаже мы вообще не показали автора этой картины. Это Наташа Перевезенцева. Вот она на сборе, вот она выигрывает свою медаль, а вот на наших гонках ракет я дарю ей изготовленную для нее картину. Она вроде как обещала даже увезти ее к себе в Дубай. Да, кстати, что касается самой картины, эта картина поехала вместе с выставкой путешествовать по всей России. Узнать расписание этой выставки можно в социальных сетях Амельченко Гэллери и прийти в вашем городе и посмотреть. Друзья, хочу сказать большое спасибо, что вы смотрите наши ролики, комментируете, приходите к нам на занятия. Даете идей. В общем, все вместе мы создаем большую классную энергию на благо плавания в России. За это прям отдельный респект. Ну, наверное, на сегодня все. Те, кто не написал, как вам моя рубашечка, пишите в комментариях. Это был Никита Кислов, Школа плавания Свимрокинг. Всем пока-пока. Нарежьте, я думаю. Субтитры сделал DimaTorzok